МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа Второе дыхание. Программа о спорте, спортсменах и спортивном образе жизни. Сегодня вы увидите... Корейское деквандо набирает популярность и в Рязани. Спортсмены-ударники подвели итоги года. Борись и побеждай. На татаме только девушки. Готов к труду и обороне. Палеотлон продолжает славные физкультурные традиции. Ну а начнем сегодня с обзора спортивных событий прошедшей недели. 25 января во Владивостоке баскетбольный клуб Рязани одержал победу в первом матче четверть финала Кубка России на Спартаком Приморье. Счет 67-63. Наши ребята молодцы, но расслабляться пока рано. Уже 31 января Зубры играют в Сургуте. Хоккейный клуб Рязани на прошедшей неделе тоже не подвел. Одержал победу в поединке против хоккейного клуба Кубань. Счет 3-2. Али Куржев и Михаил Полянсков стали обладателями золотых медалей Кубка мира по самбо, проходившего с 23 по 26 января в городе Алма-Ата. В турнире принимали участие около 400 спортсменов из 23 стран мира. Рязанская федерация тэквондо подвела итоги 2014 года. Как оказалось, год стал самым урожайным на победы рязанской истории этого вида спорта. Надо сказать, что Рязанская федерация тэквондо существует сравнительно недавно. Ей всего-навсего 14 лет. Но уже занимает 5-е место по юношеским результатам в Российской Федерации среди 75 субъектов, развивающих олимпийское тэквондо. С 1 августа 2014 года приказом Министерства спорта России тэквондо является базовым видом спорта на территории Рязанской области. Слово «тхэквондо» складывается из трех слов. Тхэ – нога, квон – кулак, до – искусство и путь к совершенствованию. Основатель современного тхэквондо Чхве Хон Хи трактовал это искусство как технику самообороны без оружия и систему духовной тренировки, а также квалифицированное исполнение ударов, блоков и прыжков, выполняющихся голыми руками и ногами для поражения соперников. Сверх задачей тхэквондо в древности было выбивание всадника из седла. Соответственно, и современная техника – это активное использование бойцом ног в поединке. Так же, как, например, и в карате, в тхэквондо помимо спарринга спортсмены выполняют и комплексы формальных комплексов «хумсе». Все названия этих комплексов имеют глубокий смысл, а рисунок движений в этих комплексах таков, что при их выполнении на полу как бы выписывается символ, сходный с названием соответствующего «хумсе». Спарринг или кёруги проходит на площадке 12 на 12 метров по 3 трехминутных раунда, перерыв между раундами 60 секунд. Оба соперника имеют электронные жилеты, с помощью которых фиксируются попадания в лицо и среднюю часть тела, а также специально разработанные протекторы, состоящие из шлема, наплечников, наколенников и доспеха «хогу», прикрывающего грудь и бока. Оценка ведется как по сумме очков, так и по нокдаунам. Удары разрешаются только в защищенные места, причем любые удары ниже пояса и атака кулаком в лицо не рекомендуются, равно как и атака упавшего соперника. Заброски, толчки и атаки коленями делаются предупреждения. Запрещены также все виды захватов. В общем, правила таковы, что при подсчете очков удар ногой всегда имеет первенство над ударом рукой. Правила таким образом были последние 15 лет, такие изменения вводили, что за удары в голову баллы начисляется гораздо больше. Если за удар рукой в корпус дается один балл, то за удар ногой в голову дается три, а удар с разворотом четыре. Поэтому, соответственно, люди стараются бить, чтобы больше результат. Хотя очень часто, именно кто работает хорошо руками, бывает, срабатывают на этом. И когда поединок идет бал в бал, в основном люди смотрят за ногами и упускают из виду руки. Тэквондо сейчас – это олимпийский вид спорта. В Рязани это направление единоборств стало развиваться чуть более 10 лет назад. И за это время рязанские спортсмены добились значительного прогресса. Наши тэквондисты успешно выступают на различных крупных российских и международных соревнованиях. По словам тренеров, тэквондо хоть и контактный вид спорта, однако благодаря современной защитной экипировке достигается высокий уровень травмобезопасности. Потому и начать заниматься можно уже с раннего школьного возраста. Мы берем обычно с поступлением в школу, либо подготовительная группа садика. Именно для чего? Кто начинает с таких лет заниматься, у них именно перспективы достичь что-то серьезное. Попасть на Европу, на мир и так далее. Наша цель сейчас – это вывести кого-то на Олимпийские игры. Если к 2016 году, я думаю, что из рязанцев никто по олимпийским категориям не выстрелит, потому что наши молодежь очень молодые, но к 2020 году у нас есть 4-5 человек, которые, в принципе, туда могут дойти. В общем, за счет сочетания приемов и техник восточных боевых искусств, развития внутренней дисциплины и силы духа, современное тэквондо остается весьма зрелищным и динамичным видом спорта. Кстати, практически все занимающиеся ребята признались, что желание заниматься к ним пришло именно после просмотра поединков. Сначала у меня первые родители, я просто посмотрел тренировку, мне очень понравилось, и я решил заниматься. С каждой тренировкой мне все больше нравилось и нравилось заниматься. А вот чем тэквондо тебе нравится? Это искусство при самообороне, оно помогает и в жизни, и просто поставить себе цель в жизни, и добиться ее надо. Меня пригласили на выступление тэквондо, и мне очень понравилось, как они выступали. И я решил записаться. А вот чем тебя привлекает тэквондо? Это очень красивый вид спорта. Я пришла, посмотрела, ну посмотрела, тут мне понравилось. Потом пришла на тренировку, долго там пыталась что-то сделать, так же с первого раза не особо получилось. Ну вот, а дальше понравилось. С 24 по 25 января 2015 года в спортивном комплексе «Родной край» прошло открытое первенство Рязанской области по вольной женской борьбе. Всего в соревнованиях приняли участие 67 спортсменок. И, конечно, наши девушки существенно пополнили копилки наград. Женская борьба вольного стиля – это довольно молодой вид спорта. Первый чемпионат мира прошел в 1987 году в Норвегии. В нем приняли участие 47 спортсменок из 9 стран. Сильный импульс для развития женская борьба получила после включения ее в программу летних олимпийских игр в 2004 году, став таким образом третьим женским олимпийским единоборством после дзюдо и тэквондо. В Рязанской области женская борьба начала активно развиваться после Олимпиады в Афинах, когда была организована профильная федерация. Набор девочек, естественно, меньше. Начала только популяризация, поэтому на первом году вообще было 10. Сейчас мы проводим Перест-области. У нас где-то на Перест-области участвует 50 человек. То есть это достаточно большое достижение для того, чтобы видеть какой-то результат. История женской борьбы напрямую связана с двумя видами спортивных единоборств – вольной борьбой и греко-римской, то есть классической. Однако опытным путем выяснилось, что греко-римская борьба для женщин не вполне подходит. Ведь этот древний вид единоборства требует очень большой силы торса. Все захваты и броски соперника здесь производятся только руками. В силу физиологии эффективно проводить приемы борьбы греко-римского стиля у женщин не получается. В вольной же борьбе разрешается выполнять подножки, подсечки и захваты за ноги. А в портере допускается переворачивать соперника на спину, используя для этого любые захваты, обхваты и действия руками и ногами. Поскольку греко-римская борьба требует большой силы торса, поэтому она не получила широкого распространения у женщин. Физиологически, да, девушка в женской борьбе, все равно мы отличаемся по силе. Если мужские приемы где-то можно включить в физическую подготовку силу, то в женской борьбе больше гибкость, где-то эмоциональный фактор, поэтому в этом направлении надо работать. Не нужно залазить под соперника, где вот вы видели, что возится и не может оттуда выбраться. Зачем туда-туда залазить? Поэтому и нужно строить борьбу, приемы на том, что через колено, а не на коленях. И вообще другие приемы. Мнения о женской борьбе до сих пор неоднозначны. Многие специалисты считают, что этот вид спорта весьма травмоопасен. Еще одним препятствием является общественное мнение. Ведь, как думают многие люди, борьба – это отнюдь не женское дело. Впрочем, сами спортсменки с этим не согласны. Что тебя привлекло в женскую борьбу? Потому что считается, что это такой жесткий вид спорта. Ну, я припробовала много спорта, там танцы, но это было все не мое. И пришла вот на борьбу. У меня девочка приняла, и мы начали заниматься борьбой с ней вместе. Что особенного нравится тебе в борьбе? Броски вот это все такое, ведь так красиво. Сколько лет уже занимаешься? Три года. Какие результаты за это время смогла добиться? На последних соревнованиях я заняла первое место и стала кандидат в мастер спорта. Где соревнования были? В Москве. Ну, вот скажи, многие просто говорят, что женщины, как бы, ну, такие женственные должны быть. А тут вот борьба все-таки, броски, захваты. Вот что, как бы, вот почему тебя привлекает женская борьба? Ну, потому что остальное было не мое. Я и на танцы пробовал ходить даже. И остальное уже было не мое. Мне хотелось что-то более мужское. Я хотела... Сначала я занималась футболом, но я не успевала заниматься танцами и футболом. А так как борьба и танцы были в одном, как сказать, здании, то я успевала ходить. Я первый год ходила и туда, и туда успевала. Потом получила на танцах диплом и перешла полностью на борьбу. Сильным испытанием для всех видов спортивной борьбы выдался прошлый год, когда чиновники из Международного олимпийского комитета, неожиданно для многих любителей спорта, решили исключить борьбу из программы Олимпиады. Основной причиной тогда называлась незрелищность единоборств. Как незрелищно? Для кого? Конечно, если человек не понимает, с борьбой они незрелищны. Надо пару раз ходить в спортзал, какие-то соревнования просто смотреть. В моем мнении, я так думаю, если по-честному сознаться, вот большинство золота и по вольной борьбе. Сборная Россия всегда, у нас было 10 медалов сразу золотые. Вы понимаете, да? Большинство здесь больше тренируется борьбой, чем там, я так думаю. Просто как-то 10 медалов сразу с одной олимпиады или 7 медалов забрать, это же не просто так. У нас все любят по вольной борьбе. И по-карикамински тоже как-то там все тянутся, все дети тренируются. Я думаю, с олимпиады снимать эту игру, это было нечестно. В городе Сасово прошло первенство Центрального, Северо-Западного и Приволжского федеральных округов среди юношей и девушек по палеотлону. В соревнованиях приняли участие 70 спортсменов, представлявшие 10 команд субъектов Российской Федерации. В общем зачете спортсмены Рязанской области вышли на первое место среди сборных команд субъектов Российской Федерации. Палеотлон – это комплексные спортивные многоборья, целью которых является развитие выносливости и силы. Существует летний и зимний палеотлон. Стоит заметить, что популярный в странах СНГ палеотлон становится международным видом спорта. Палеотлон как вид спорта хорош тем, что в нем могут проявить себя спортсмены разного возраста, от 12 до 80 лет. Также он полезен и интересен не только собственно спортсменам, но и всем, кто ведет или старается вести активный образ жизни, а также тем, кто хочет попробовать себя в нескольких видах спорта одновременно. Действительно палеотлон, сочетая в себе все эти виды, становится популярным из-за того, что развивает как спокойствие во время стрельбы, обладание собой, так и абсолютная выносливость – это кросс на 3000 метров, способность концентрироваться к каждому виду и не несет в себе, знаете, таких вот профессиональных качеств, из-за которых там можно каждый день… Человек, не занимаясь спортом профессионально, может достигать максимальных результатов. Между прочим, палеотлон в Рязанской области имеет крепкие традиции и фактически является самым массовым и доступным видом спорта. История его возникновения и развития как отдельной спортивной дисциплины напрямую связана с советским прикладным комплексом «Готов к труду и обороне». Палеотлон как вид спорта был создан в 91-м году. Это когда завершил работу комплекс ГТО. И в Рязани на конференции, именно в городе Рязани, палеотлон имел место родиться. Палеотлон – это многоборье. Он состоит… Есть зимние троеборья, зимние двоеборья, есть летние четырехборья, троеборья, летние пятиборья. Примечательно, что нынешнее первенство России по палеотлону проводилось буквально через пару дней, как президент России Владимир Путин подписал указ о возрождении норм ГТО. Все тренеры единодушны во мнении, что возвращение этих нормативов поспособствует укреплению здоровья молодежи. Это почва как раз для службы в армии, для работы на таких работах, как на севере, на подводных лодках. Даже в космосе, я считаю, ГТО помогает. Это программа. Я, например, сама лично, и мы с командой это обсудили, мы одобряем сто и более процентов, что это правильно наконец-то доходит до нас, что это нужно. Это для нас нужно, для детей нужно, для молодежи нужно. В общем, палеотлон стал продолжателем дела, начатого советским военно-спортивным комплексом. Теперь ГТО возродилось, но палеотлон никто не отменял. И на этом на сегодня все. Будьте спортивными, здоровыми, и пусть всегда у вас открывается второе дыхание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова